Не прикройте, да и всё. У меня, по-моему, такая швыня на голове, как у них. Только они голову не помыли, я всё-таки сполоснула в лужи. Лёш, я не акушерка сегодня. Я сегодня хаотически обугивающая с ней мурочка. Охуительно. Вот мне мужчины умиляют. Понимаете, девочки? Как бы вы ни старались наряжаться, краситься, делать с прически, всё равно для них доярки, посудомойки и акушерки. Ну, не лохи чилийские, блядь. Нужно вести днём, чтобы приходили надавать всё раньше на работу, курсы эстетики, чтобы вы были немножко повнимательнее и повежнее. Иногда у нас девочки приходят с родителями. Где у меня моя подруга сегодня справляет? Доча, повернись, моя солнышко. Глянь, глянь, она решила... Дома надо было мыть голову, а не здесь сейчас причесываться. С днём рождения тебе солнце. То есть ты привела маму познакомиться со всеми зятьями. Наверное, у тебя самая счастливая мама. Я готова! 60 человек зятьё. Она готова! Это же работа непочатый край. Мам, я готова! Вы такую общительную дочь воспитали? Самое главное, безотказную. Она приходит, ещё ни одному танцору у нас здесь не отказывала. Такая умница, такая молодец, богатая, зарабатывает. Дальнобойщики тоже её нас на санхвалят. И на Садовом, и на МХАДе. Короче, с днём рождения тебе, чтобы такая же позитивная и весёлая оставалась. И самое главное, мамульки твоей здоровья, чтобы ты не думала ни о чём, могла спокойно кружиться и веселиться. Будет мама здорова, будет у тебя всё хорошо. Поняла? С днём рождения! О том, если ещё праздник души и тела. Вы там у меня, блядь, они на дорогих столах сидят. И по валютам справляют. Чё у нас там, вода без газа, чай, минералка. Солнышко, чтоб всегда выглядело роскошно. Чтоб все остальные вот эти молодухи завидовали. Чтоб всегда тебе было 25, как сегодня. Наконец-то стала взрослой. Сегодня прям по полной, понимаешь? Ну, я знаю, что ты брезгливая, в рот не берёшь, но сегодня... Сегодня вот лизни для начала. Можно. Я потом тебе скажу, у кого чистый. Ты, кстати, суши любишь? Сыр в Филадельфии там сидела. Тогда тебе всё равно, похуй, если даже грязный попадётся. Это хорошо. С днём рождения, моя писечка! Так, мальчики, давайте сейчас по очереди. Называю имя, поднимаем ногу. Норман. Ну, имя-то себе придумал, какое валютное норма. Александр. Ты сошкольный молодец. Так, Руслана у нас получается вот здесь. И Джигитов зовут Рашид. И Родион. Кто Рашид у меня? Нумбер. Ага. И Родиончик, вот тот, который высокий, самый с краю. Ну что, тогда ты оставайся, мы с тобой будем знакомиться, мальчики, а вы пока идите там, перекурите немножко водки, жаркните шампански, мачлифуйте, а потом выйдите, будем знакомиться. Ну, рассказывай. Ну, Роман, откуда ты приехал в столицу? А я не приезжал. Москвич? Да. Ёбнут замуж. Как Новый год справлял? Где? Я работал. Необычно. И сейчас работаешь? Сейчас тоже работаю. А у нас что делаешь? Если у тебя уже есть работа, зачем тебе этот блядский домик? Я заработаю. То есть ты собираешься работать на двух работах? Конечно. Нет, милый, так не получится. У нас ведь засасывает работа. Люди планируют в 9 утра выйти на другую работу, иногда девочки бесшабашные продлевают до 2 часов дня, до 5 часов дня работу клуба. Можно другую работу, просто опоздать. Готов? Так, давай сначала определимся, кем ты работаешь, помимо того, что пришел к нам. Когда ты можешь пропустить эти вопросы? С репетизером работаешь? У конкурентов у наших? Да, да, да. Поймите, как там могучка поживает, загнивает? Расскажи мне, неинтересно, что с этой мамкой происходит. Нет, ты определяйся, либо ты с нами, либо ты против нас. Если сюда тебя послали узнать, есть ли у нас люди. Просто я знаю, что у них-то нахуй никого нет. Я сегодня там тоже заезжал. Ну, расскажи, говорят, вы в 2 часа ночи только первую посетительницу 31-го встретили. Что? Все-таки, понимаете, держи дистанцию, а вдруг сюда не возьмут. Ты пойми, лучше, чем у нас все равно не бывает. Вам там может ваша бабуля рассказывать всякие сказки, что здорово сказать миллионерами. Придут слепые старушки и пиздец. Иногда слепые старушки фантиками рассчитываются. Ладно, не будем о твоей предыдущей работе. Ну, скажи мне, за что тебя там держат? Техника у тебя в сексе хорошая, пизюля у тебя большая, целуешься ты хорошо, пьешь много. Пизюля большая. Причем, понимаете, девочки, я же перечень подала огромный. Нет, а я люблю, по крайней мере, парень знает то, что есть на самом деле. И сколько сантиметров 14? Ходить, чтоб сразу подраздовала. Мам, это пиздец. Девочки, ну вы поймите, но чтобы... Допустим, у него, у тебя близко выдвигушка, раскрывушка, болтушка. Не, ну бывает, знаешь, иногда бывает у мальчика. Вот как везти, он же встает, только тверже становится. А теперь твит колбаса, все, бля, сейчас как встанет. Ой-ой-ой, тут гланды прочищу. А она на другую одиночку не становится. А бывает наоборот. Вот такая среди волос бусинка торчит за лупкой. Ты ее только вот так... И вдруг она начала напухать, и вшить, и в длину, и потом, глядь... Тебя егут, а ты глаза держишь, чтобы они у тебя на затылок не перелезли. Поэтому она всяко бывает. Поэтому, понимаете, девочки, он сейчас снимет трусики, а вдруг у него раскрыва двигушка. А человек волнуется, переживает столько народу. И получится такой маленький казус. Нет, лучше, вот что сумлевается, возьмете потом его на приват, и проверите сами. Ну, с потенцией все хорошо, да? Ну да, еще в рот всем поместят. Скажи, а вот отчего быстрее все? Когда яички лягежут, или когда попутся больше? У нас, девчонки, знаешь, какие пьяные иногда? Ты раз увлекся, а хуяка, у тебя уже полуруки в жопе. А я говорю, девочки, зачем вы это делаете? Мальчикам не нравится. Они же, гадины, вычитали где-то, что ты по простату поковыряешь. И причем у них где-то на мой тазу полохать, и в области желудка эту простату ищут. Вот с Лешкой такое было. Ле, ну так было, помнишь, Леш, ты срал, не задумываясь, где попала? Разворотили, а он говорит, девочки, что вы делаете, я же артист. А она вторую руку засунула и похлопала ему так. Артист же все. Так, то есть патенты... Все попало! Это достаточно весело. И что это, еще девочкам скучно. Я же, самая главная моя задача, чтобы не девочкам было весело, а Леш. А потом я домой прихожу, мне начинает выебываться. Где сегодня опять мало заплатили, было скучно, было неинтересно. А, девчонки, ну скажите, что вас еще интересует? Парень профессионал, танцевать умеет, с песней все хорошо. Кстати, мы не спросили, сколько сантиметров, когда вот напугаешься. Рот всем влезет. В рот всем влезет? В рот всем влезет. А то, учтите, у меня здесь у 70% ротный рефлекс. Ты только в губы, блядь, за лобку положил, она уже... Ну что, всякое бывает. Больше микрофона, меньше микрофона. Приходите ржать. Вы мне смущаете ребенка. Итак, номер один мечтает попасть на работу, наконец-то, в приличный клуб. И уволится со своего Макдональдса. Итак, нет, но все-таки Макдональдс тоже должны быть, да? Куда-то же приезжие должны ходить, это нам, москвичкам, похуй, по валютным местам. А кто-то стипендию получил, им тоже нужно куда-то пойти потратить 200 рублей. Извини, я сейчас на минуте не право, я в общем говорю. Все равно же пойдет Волкову, стуканет потом. Итак, Норману аплодисменты, это наш первый конкурсант. Прошу любить и жаловать. Муа! Музыка Музыка